Всем привет! Сегодня мы встречаемся на моей кухне, а все потому, что мы будем печь пряники. И сейчас я займусь тестом. Рецептом со мной поделилась моя зрительница, жду, когда нагреется масло, сода, еще не достала муку, перемолотый имбирь, корица. Я хотела бы добавить лимон, потому что мальчишки не любят всякие там мускатные орехи, я боюсь переборщить. Я раньше покупала специальные смеси, но в этот раз обойдусь таким базовым рецептом. Если захочу сделать темное тесто, то достала какао, одно яйцо, мед. Если вы не сторонник того, чтобы подогревать мед, без вопросов, кладем просто сахар. Сахар я тоже еще не достала. Так, давайте начнем. Для начала берем 250 грамм муки и просеиваем ее. Две чайные ложечки имбиря, или имбиря, как правильно. Чайную ложечку корицы на глаз. Все-таки добавлю чайную ложечку какао. И немножко цедры лимона. Класс, вот и мой кофе подоспел. Теперь все пойдет гораздо быстрее и позитивнее. Перемешиваем. У меня очень хорошее настроение. У нас выпало пол сантиметра снега, у меня сразу такое новогоднее настроение. Как будто Дед Мороз должен приехать. Теперь в отдельную миску высыпаем 100 грамм сахара. Берем наше растаявшее масло. Я пыталась помочь ему растаять, нагреться поскорее. Посмотрим, что из этого получится. Смешиваем это все, ну как бы вилкой. И дальше взбиваем миксером для получения однородной массы. Как по мне, это можно было сделать и без миксера, но в рецепте было так, поэтому взяла миску повыше. И теперь, когда масло и сахар уже соединились, берем яйцо и продолжаем взбивать. Возвращаемся к муке, точнее к смеси, которую мы сделали ранее. И сначала пересыпаем половину. И потихонечку перемешиваем венчиком. У меня нет, поэтому я беру вот эту часть миксера. И теперь вторую часть. Перемешиваем все при помощи лопатки. Высыпаем немножко муки. Блин, я забыла добавить мед. Ну ладно, я попробовала тесто, очень вкусно получается. И теперь начинаем вымешивать тесто. Если ваше тесто получается слишком жидким, оно не формируется, то просто добавляйте по чуть-чуть муку. Я думаю, что нам этого достаточно будет. Нюш, ты что мне помогаешь? Китя, мое тесто практически готово. И знаете что, я не буду класть его в холодильник на час или на ночь. Я просто сделаю небольшой шарик, а может два. О, кстати, классная идея. Сделать два поменьше. Ну, граммулечку-граммулечку, может только. Сладкое? Или горькое какое? И положу это в морозилку. Сейчас, зайчик, мама сделает тесто и потом. Я из формочки. Нашли? Целая торба. Доставай. Нет, нет, тесто не едим. И наш. Я уже сейчас понимаю, что во второй раз я сразу буду делать в два раза больше теста. Мама должна все держать под контролем. Так, мужчины, знаете что? Я предлагаю... Захар, подкатать рукав. Бегом. Стоп. Вот так? Да. Вы повара или нет? Я чуть-чуть. Повара. Окей. Берем по одной формочке. Я такая. Я такая. Где сам шарик? Окей. Я такую ракету. Ракету. Где ракета? Что-то на полу было. Ну, а маргарин или не врать? Мама. Есть. Мама, ты поводишь? Да. Вот так. И сильно, подожди, сильно надо придавить. Прям сильно. Получилось? Поднимай. Получилось. Главное ровненько. Ставьте. Там, где целенькое тесто. Угу. Так, Игнашка, давай я тебе чуть-чуть помогу. Все, 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 все. Помогу. Да, получилось, получилось. Сейчас мамочку только достань. Пусть такое. Ладно. Да, красивое. Главное, что ты сам сделал. Так, за харчу там. Вот столько у нас получилось. Еще остался кусочек теста. Сейчас я отправлю наши пряники в духовку. Изначально я ее разогрела, сейчас все скажу. Разогреваем духовку до 180 градусов. И потом отправляем пряники туда. И в зависимости от того, насколько они у вас высокие, у нас просто такие формочки, что мы делали довольно низкие, печете их до золотистого цвета. Я думаю, что через 4 минуты я прям начну активно сюда заглядывать. И я видела, что в рецепте девушка писала 5-7 минут. Я даже через 3 минуты начну караулить, чтобы они не сгорели. Понравилось вам? А что так без эмоций? Мне уже сонное немножко. Очень классный рецептик, девчонки. Спасибо всем, кто поделился. Будем пробовать остальные. Если будете печь, то не забывайте отмечать меня в инстаграме. Мне очень приятно. Всем еще раз привет. У нас утро следующего дня. И у меня произошел облом дня. Я наконец-то дождалась свой фрезер. Проснулась пораньше, чтобы все разложить и заснять для вас целый процесс маникюра от и до. И знаете что? Я чего-то не дочитала. На сайте было указано, что в комплекте идет набор базовых насадок для маникюра. И я почему-то посчитала, что для снятия гирлака тоже будет насадка. И, короче говоря, я сейчас поскорее накрасилась и еду в торговый центр для того, чтобы докупить эту насадку и сделать маникюр и записать кусочек для вас. Наверное, будет в самом конце влога. И что я хотела сказать. Недавно в инстаграме я просила вас поделиться своими фаворитами в категории парфюмерии. Кстати, многие присылали те варианты, которыми я уже пользуюсь, которые я очень люблю. Это говорит о том, что наши с вами вкусы очень часто совпадают. Если вам интересно, я могу показать те ароматы, которыми я как-то чаще всего пользуюсь именно в холодное время года в этом году. Потому что со временем, мне кажется, наши вкусы очень часто меняются. Мы взрослеем или наоборот, нам хочется какой-то легкости. Что произошло, собственно, со мной. И Духи РФ это огромнейший интернет-магазин парфюмерии, который представлен на рынке уже свыше 10 лет. И мы с ними сотрудничаем года 3. Это то ли шестой, то ли седьмой флакончик, который я заказывала у них. У них только оригинальная парфюмерия. Сейчас действует скидка в размере 7% на весь ассортимент. Это более 12 тысяч разнообразных ароматов на любой вкус и цвет. Я оставлю вам информацию внизу. У них очень хорошая бонусная система для постоянных клиентов. Они дают пробник в подарок каждому заказу. И это, кстати, не только мое мнение. У них, в принципе, пятизвездочный рейтинг. Вы можете почитать отзывы других покупателей на том же iRecommend, на отзывике. Где там еще, по-моему, на Яндексе оставляют. И, кстати, если вы ищите какие-то раритетные винтажные ароматы, очень редкие, то тоже проверите их ассортимент. Я оставлю все ссылки внизу, всю информацию в инфобоксе. И хочется еще добавить, что у них есть гарантия возврата денег, если вы чем-то недовольны. Как клиент, как покупатель. В общем, преимуществ есть масса. И что же выбрала я? Мне хотелось найти какой-то сентиментальный аромат. И я просматривала ленту с фотографиями в своем телефоне. Я очень часто фотографирую ароматы в магазине, наношу их на тело, хожу с ними, потом заказываю онлайн. Потому что так и выгоднее. И также у меня есть время подумать, послушать этот аромат, посмотреть, как он будет вести себя в течение всего дня. У меня это туалетная вода, и она держится где-то часа четыре. Это очень интимный аромат, такой, знаете, легкий, как перышко. Это аромат чистого тела. И у меня версия с ирисом. Я говорила вам, что мне понравился аромат от Lancome. И что он очень теплый. Немножко пудры, немножко какой-то такой мыльности в нем есть. Но аромат от Lancome, во-первых, более стойкий. Это парфюм. Во-вторых, он более сладкий. Он дает вот это ощущение тепла и уюта. Я довольно уютный человек сама по себе. У меня тоже такой темперамент. И мне хотелось чего-то, что просто будет дополнять мои повседневные наряды. Что будет задавать мне настроение. Что будет меня даже где-то успокаивать. Так, я минут 10 пыталась описать этот аромат. И скажу так, что это самый приятный и простой, в хорошем смысле этого слова, аромат моей коллекции. Если вам нравится Calvin Klein One, то этот точно придется вам по вкусу. Он не слишком сладкий и не слишком свежий, какой-то бодрящий. Он идеально сбалансирован на каждый день. И вот этот аромат мысленно переносит меня в детство. В те вечера, когда после купания мы сидели там или лежали с мамой. Она читала мне книжку и так пах ее халат. Какой-то такой опрятностью, ухоженностью и вот этой чистотой. Очень нравится. Я от него балдею. Нанесу еще немножко и теперь я бегу докупить вот эту насадку для фрезера. Надеюсь, что вскоре я переделаю свой маникюр и наконец-то покажу вам, как же я выполняю все дома. Вот так сейчас все это выглядит. И как вы можете понять, ароматом Lancome с жасмином я так и не пользуюсь. Зато ирис идет на ура. Вот этот флакончик. И здесь стоят остальные ароматы, которыми я пользуюсь чаще всего в холодное время. Так как говорила. Здесь обновленная версия аромата Айзенберг Back to Paris. Она у меня связана с чем-то очень личным. Это личная история. И могу сказать так, что это самый молодой, элегантный и такой легкий, наверное, аромат из всей линейки Айзенберг. Он понравится очень многим из вас. Несменная классика на осень-зиму. Это Black Opium. Мне кажется, что все они похожи друг на друга, именно опиумы. И мне от них не душно. Очень люблю. Это уже не первый мой флакончик. Я. Это я. Вот чисто я. Armani Code. Это ароматы с белыми цветами и с жасмином. Если нравится что-то поинтенсивнее, то вот аромат уверенной в себе женщины в хороших, качественных вещах. Это Mugler Elien. Вообще, мне очень нравится парфюмерия бренда Armani. Они создают какие-то такие коммерческие, в хорошем смысле этого слова, ароматы, которые нравятся многим. Armani C. Здесь я ощущаю розу с чем-то сладким, но с какой-то такой перчинкой. Вот эта дама на каблуках. Для меня лично. Когда я хочу почувствовать себя женщиной на миллион даже в кроссовках, я пользуюсь этим ароматом. Потому что он не слишком сладкий. Он не чрезмерно сексуальный. Paco Rabanne Lady Million. И что тут у меня еще запрятано? Это Byredo Pulp. Я заказывала его в прошлом году, как раз в это время. Поэтому как-то он у меня ассоциируется именно с осенне-зимним периодом, с нашим переездом, с такими какими-то приятными хлопотами. И для меня это спелые, выгрятые на солнце, сочные, вкуснейшие фрукты, которые так небрежно, скажем так, наполнили этот флакон. Ощущается вот эта мякоть, сочность. Но этот аромат не слишком слащавый. То есть в нем есть какая-то такая нотка брутальности. Byredo это, конечно, целая история. Эти ароматы невозможно не любить, просто нужно найти свой. И по стойкости я, конечно, очень довольна. И, девчонки, я оставлю вам полное название всех этих ароматов. Если вы хотите порадовать себя перед праздниками или хотите кому-то подарить, это классный подарок, когда вы знаете предпочтение близкого человека. Или, возможно, вы договариваетесь, что хотите подарить. Ну, в общем, если вам нравится то, что я рекомендую и подходит, то вот это мой выбор в этом году, как я сказала. Все, теперь мне официально можно открывать салон красоты. Я разложила все, потому что буду делать маникюр. Довольно подано, поэтому не знаю, успею ли я заснять весь процесс. Если нет, то в следующем году обещаю снять отдельное видео. Я буквально делюсь с вами своей радостью, так как докупила вот эту насадку для снятия старого покрытия. Теперь у меня есть полный набор для выполнения как профессионального, так и любительского, как в моем случае, маникюра дома. Причем, начиная от обработки ногтевой пластины, кутикулы, фрезерная машинка, все это позволяет делать. Она и снимает старые покрытия, и можно форму придавать. Но я буду учиться всему этому. Я пока что начну только со снятия именно старого покрытия. И, конечно же, фрезерная машинка у меня от Semilac, или фрезер просто, потому что я использую только эту продукцию. Я пока что не хочу ничего нового пробовать, потому что меня полностью устраивает. Это профессиональный польский бренд, на котором работают очень многие мастера. И у меня даже среди моих подружек все дома пользуются именно Semilac. Фрезер, кстати, довольно тяжелый. Я думала, что он будет поменьше. К нему еще идет педаль и вот эта ручка, в которой меняются разные насадки. Вот четыре базовых насадки, о которых я говорила в начале или в середине видео. И вот эти вот три я буду использовать для обработки кутикулы. Мне не хватало вот такой грубой. Я ее докупила где-то за 20 долларов, наверное. Еще есть педаль, которую вы можете управлять, но мне удобнее так. Еще этот фрезер работает в двух направлениях. То есть сама концовка крутится как вправо, так и влево. Вот. И еще, что важно, конечно же, регулируется мощность, так как вы не можете обрабатывать кутикулу с такой же мощностью, как и, к примеру, снимать старое покрытие. Что работает? Я прям аж волнуюсь. И, девочки, делюсь с вами моим мнением по поводу вот этой вещи 5 в 1. Я, конечно, в шоке, потому что, с одной стороны, я показываю вам покрытие, которому уже практически три недели, но, учитывая, что здесь два довольно плотных слоя, я вообще не старалась, я в таком состоянии делала себе маникюр, вы себе даже представить не можете, я так хотела спать, я была такой уставшей, я просто хотела поскорее привести свои ногти в порядок и лечь спать. Поэтому я лишь бы как накрасила, и вот эта вот штука заменяет и базу, и основное покрытие. Посмотрите, какой красивый нюд в два слоя. Я тут немножко напортачила, когда снимала старый гель-лак, и все перекрыло, два слоя. Я в шоке. И в качестве топа тоже блестит, как спустя три недели. Я вам от всего сердца советую. Я не знаю, есть ли другие цвета, я сама буду искать. И еще на второй день я складывала стирку и очень сильно прибила ноготь, то есть он немножко сломался. Я думаю, ну вот как назло. То есть только сделала свежий маникюр, он отвалится или что-то там еще. Почти три недели проходило, трещина есть небольшая, она не сильно бросается в глаза. Этот месяц был очень насыщенным, и, девчонки, все держится, воздух никуда не зашел. Я просто показываю вам результат не только вот со свежим маникюром, да, очень важно, как это все носится. Поэтому, если вы хотели попросить Деда Мороза стартовый набор для маникюра, я еще раз делюсь с вами контактами официального представительства Сэмилак в Украине, также в России. Я надеюсь, что эту продукцию не подделывают. Покупайте, заказывайте только в проверенных местах. И еще, еще что, не забудьте о обезжиривателе, о вот таких падах. Я много уже рассказывала, показывала. И если вы хотите просто даже докупить какие-то красивые цвета, если у вас кто-то занимается маникюром, и я просто вот уже столько лет пользуюсь Сэмилаком, мне очень нравится. Вы сами видите в моих видео постоянно, как выглядят мои ногти. Нет никакого обмана или фальши. Я не просто так вам это все показываю, действительно всем этим пользуюсь. И еще что-то, у них есть свой канал и страничка в Инстаграме, там тоже можете ознакомиться с их продукцией. Ну что, поехали. Держите за меня кулачки, я покажу вам в Инстаграме, что у меня получилось. Наконец-то мы достали наши звезды. И Томак даже собирается их повесить. Я его просто вынесла в мозг буквально за эти звезды. И они так вот выглядят в сложенном виде. И сейчас Томак пытается сложить ее. Но в прошлом году этим занималась я. Мне сейчас понадобятся две руки, у нас много этих звезд. И отдельно провода. Видите, просто на эти провода нужно прицепить звезду, которая сделана из бумаги. Я думаю, что это безопасно. И я не позволила бы себе сделать что-то, что может угрожать жизни. И сейчас Томак будет химичить, как это все повесить. В прошлом году мы уже выбрали стратегию, которая реально сработала. Потом покажу вам. Не помню, в прошлом году записывала или нет. Но в этом тоже поделюсь. Вдруг мы их купили. Процесс пошел. И вот у нас есть такие, как бы это назвать? Видите, пластиковые вот эти штучки. И Томак все вешает на карнизе. И дальше за шторой будет прятать переходник. У нас много звезд. И, кстати, они довольно живучие, если они выдержали у нас с прошлого года. А мы как-то особо бережно с ними не обращаемся. Но если в этом году что-то с ними произойдет, то в следующем можно будет докупить только вот эту вот бумажную часть. Потому что провода как бы... Что с ним случится? Достала все новогоднее, что у меня есть с прошлого года. И пойдем украшать. Что-то так холодно. Накину кардиган. Это мне моя зрительница сделала. Первое, что я сделаю, это сменю наволочки. Мне очень нравится вот эта ручная работа. Где тут она открывается? А, есть. Эта подушка вообще сюда поместится? Так. Черная маленькая. Что-то мне подсказывает, что если бы у нас не было детей, мои наволочки жили бы дольше. Я в прошлом году все перестирала. В этом перегладила. Как новое. Так. Готово. Слушайте, что так холодно? Что так холодно? Пора бы разжечь камин. Смотрите, какой прикол. Включаешь. Все. Я не помню, показывала вам или нет. Мы сюда засыпаем пилет. И вообще-то мы не отапливаем этим камином первый этаж. Конечно, он дает тепло, но у нас здесь подогрев пола. Томак уже запаковал нашу мебель и розы тоже укутал. Это не я. У нас тут, видите, снег. Дети радуются, Игнат его даже ест. Так, сюда на козырное место мы повесим. Ответ-календарь, который будет просто украшением в этом году. Окей. Сюда тоже. Так. Цветочек пусть здесь стоит. Добавим Деда Мороза. И подсвечник. Вот так. Пусть сидят. На столе у нас пока что без изменений. Я хочу живой веночек. И пряники практически съедены. Зато у меня здесь вот зеленая красивая свеча от Origins. И пахнет она тоже обалденно. Пусть стоит здесь. И главное изменение. Я, конечно, шучу, но я поменяю ковры. Так, наволочки в стирку. Выбираем вперед. Сначала Томак принес два ковра. И сюда. И теперь понес обратно один. Мне теперь так жарко вы сидите. Представляете? С этой стороны я не схожу с ума. Кроликов оставлю. И еще к нашему зоопарку я докупила оленя. Он очень красивый. И, кстати, все я купила в Тика и Макс. Они уже должны доплачивать меня за рекламу. Это очень смешно. Но я прям сильно люблю этот магазин. И, по-моему, я в тот раз не брала вас с собой. Но оленя я притянула. Олень классный, тяжелый. И вот такие подсвечники небольшие. Они не праздничные. Но они очень элегантно, стильно смотрятся. И мне захотелось чего-то такого прям скромного. Здесь также будет стоять елка. Так что не хочется как-то все перегружать. Ну, а с той стороны, вы знаете, кролики. Бонзай мне хотелось бы, конечно, переместить. И поставить что-то новогоднее. Но, опять же, хочу живую композицию. За окном зеленый газон. А я с новогодними украшениями. Ну, зима в Польше. Видите, снег есть. Я не перепутала времена года. Вот так камин выглядит, когда он уже разогреется. Конечно, это не огонь. Но все равно он дает такие очень уютные ощущения. И последнее. Это подарочек. Юль, спасибо тебе огромное. Это девушка, моя зрительница. Она флорист в Кракове. Делает просто невероятные композиции. И она написала мне, что хочет меня порадовать рождественскими украшениями. Я предполагаю, что здесь веночек. По-моему, я не смогу развязать. Я специально вчера не открывала. Давайте посмотрим вместе. О, боже, как это красиво! Обалдеть! Посмотрите, как со второй стороны сделан. Блин, как пахнет! У соседей полгода они ничего не ремонтировали. И сейчас, как назло, когда я вышла поснимать на улицу, они что-то там вертят. Посмотрите, как это потрясающе выглядит. Если бы я организовывала свою свадьбу, я бы взяла Юлю флористом. И звездочка. Ой, блин, как классно! На этом у меня все. Я надеюсь, что вам было со мной интересно. И что вы получили нужную дозу вдохновения на то, чтобы наконец-то начать подготовку к праздникам. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok